Продолжение следует... Мы будем говорить сегодня о правах и свободах ветеранов. Алексей, приветствую вас. Добрый вечер. В Украине более 1 миллиона ветеранов войны. Из них около 400 тысяч защищали страну в зоне проведения боевых действий на Донбассе. Министерство по делам ветеранов Украины обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере социальной защиты таких граждан. Для этого во всех областях страны сформированы и укомплектованы специалистами территориальные органы. которые помогают восстановиться и вернуться к мирной жизни. Какие существуют представительства ветеранов на территории Украины? В соответствии с положением у Министерства по делам ветеранов Украины существует в каждом регионе, в каждой области отдел Министерства по вопросам ветеранов. Структурная численность этих отделов это 5 человек. То есть приблизительно мы понимаем, сколько у нас представителей работает в областях. Если мы говорим о Херсоне, то там находится отдел, который отвечает за вопросы Крыма, Севастополя и Херсона. Они находятся, офис находится в городе Херсон. Если мы говорим о временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской области, то за работу на территории этих областей отвечает наш отдел в Краматорске и наш отдел в Северодонецке. То есть фактически Херсонский офис обслуживает Крым и Севастополь, и Краматорский и Северодонецк соответственно обслуживает всю Донецкую и Луганскую области. То есть понятно, что касается, в основном речь идет о подконтрольных правительствах Украины территории. Ну и соответственно мы не забываем о правах и интересах наших ветеранах, которые живут на временно оккупированных территориях, в том числе и ветеранов Второй мировой войны, ветеранов Афганистана и так далее. То есть мы о них не забываем, они пользуются теми же правами и обязанностей, которые есть в законе. И мы стараемся контролировать возможность получения ими медицинского обслуживания, санаторно-курортного. Конечно, они приезжать должны на контролируемую территорию, но вообще мы не забываем, оно на контроле, и мы стараемся держать постоянно руку на пульсе все, что происходит с нашими ветеранами войны на временно оккупированных территориях. Самый злободневный вопрос – вопрос жилья, обеспечения ветеранов жильем. Как здесь государство помогает и помогает ли? Да, конечно же, мы понимаем проблему внутренне перемещенных людей, которые у нас в соответствии с законодательством имеют определенный статус, начиная с 2014 года. И, конечно же, существуют государственные программы. Учитывая экономическую ситуацию во всем мире, конечно, мы не можем обеспечить полностью всех жильем. Но если мы говорим о 2020 году, то в соответствии с программой, которая уже предусмотрена Кабинетом министров, было выделено приблизительно 250 миллионов гривен для предоставления субвенции на получение жилья 219 участникам АТО ООС, которые являются внутренне перемещенными лицами. Вообще, на квартирном учете для получения субвенции на дальнейшую покупку жилья у нас находится приблизительно 2800 участников АТО ООС, которые являются одновременно внутренне перемещенными лицами. Но это очень большие цифры. Насколько реально, что Украина поможет за жильем такому большому количеству людей? Конечно же, государство старается помогать по мере возможности экономической и финансовой. Мы понимаем, что существует определенная очередь, потому что параллельно существуют и государственные программы для продолжения обеспечения жильем еще ветеранов, которые принимали участие в боевых действиях на территории других государств, в том числе имеется в виду еще ветераны Афганистана, которые не успели получить жилье на протяжении последних лет. Поэтому, конечно же, мы понимаем все эти проблемы и стараемся каким-то образом все-таки уменьшить эту очередь. Но опять же, нужно понимать, что начиная с 2014 года люди, которые приезжали и имели статус внутренне перемещенных лиц в Украине и были, например, несовершеннолетними, за это время они уже стали совершеннолетними мужчинами или женщинами, пошли воевать в зону проведения операции объединенных сил, получили статус участников боевых действий, вернулись и уже стали снова участниками антирежиссической операции или операции объединенных сил. И в том числе, что они до этого были внутренне перемещенными лицами, и они стали опять же на очередь как люди, которым нужно дать жилье. Потому что если они были вместе с родителями, например, на территории уже контролированной как внутренне перемещенные лица, но не участвующие в войне, но за это время возраст дошел, что они смогли послужить в армии или других силовых ведомствах, и поэтому они стали на очередь. Соответственно, мы, учитывая, что война продолжается, мы понимаем, что количество таких людей может увеличиваться. И, соответственно, регулировать будем на протяжении ближайших лет, которые будут у нас в соответствующих программах действий правительства Украины. Ну, то есть теперь и та семья, с которой эти подростки на тот момент выехали с оккупированной территории, она же тоже стоит на очереди на жилье. И теперь эти люди, они уже самостоятельно становятся на очереди. Понимаете, дело в том, что семьи и вообще все, кто получали этот статус внутренне перемещенных лиц, они могли получать жилье от разных государственных органов. Конечно же, не все они, достигая определенного возраста или лет проживания на контролированной территории, приходят за необходимостью получения субвенции на жилье. Поэтому очень трудно определить, кто придет в следующем году, кто пойдет служить в армию, дуэта не служа и получив двойной статус. Потому что есть определенные гарантии государства для внутренне перемещенных лиц, но у нас отдельно еще существует категория внутренне перемещенных лиц, которые одновременно и ветераны войны. Соответственно, идет накладка, и мы стараемся все-таки рассчитывать, чтобы все были учтены пожелания людей, и государство об этом думает постоянно. Давайте поговорим о соблюдении прав человека на временно неподконтрольных территориях в контексте ветеранов. Конечно же, мы понимаем, что остались на этих территориях ветераны войны, которые имеют возраст уже почтенный, которые принимали участие еще во Второй мировой войне, в других войнах, которые на протяжении последних десятилетий были во Вьетнаме, в Мозамбике, в Корее, например. Это все категории, которые относятся к нам. И поэтому мы держим на контроле ситуацию с этими людьми. В первую очередь, что касается все-таки социальной защиты, реабилитации, какой-то все-таки реабилитационных возможностей. Потому что мы понимаем их возраст, мы понимаем, что доехать мы туда не можем. Мы используем и свои возможности, и очень часто возможности международных организаций, которые помогают в том числе и медикаментами, и в том числе различными другими реабилитационными возможностями. Мы очень часто об этом говорим, и очень хорошая есть поддержка. То есть эти люди получают помощь от вас через международные организации? Или же они могут приехать спокойно на КПВВ, могут приехать спокойно на контролируемую территорию, разобраться со своими пенсиями, субвенциями и так далее. Вы не отказываете никому? Конечно же, мы не отказываем. Наоборот, они обязаны это делать, потому что мы их приглашаем постоянно сюда дать возможность полностью понять все, что происходит, какие изменения происходят на контролируемой территории Украины. Потому что, соответственно, у нас есть сотрудничество с международными организациями, и фактически мы даем все возможные варианты. Я вам скажу, что в начале этого года, когда Организация Объединенных Наций проводила в январе месяце большую конференцию здесь, в Киеве, по поводу планов на ближайшие годы, какие можно предоставить Украине гуманитарную помощь или какие другие возможности помощи, мы, конечно, говорили о том, что для того, чтобы достичь людей, которые живут на временно оккупированных территориях, нам нужно все-таки использовать и дистанционные возможности. И в том числе, мы говорили о детях, потому что есть семьи, конечно же, ветеранов, которые могут быть и молодыми, и уже и старенькими, и так далее. Соответственно, некоторые международные организации предлагают то, что лекарства можно направлять почтой. Лекарства, и тем более, когда мы задали вопрос, как можно, например, проводить какие-то мероприятия, связанные с исследованием состояния здоровья, то некоторые из них это делают дистанционно по скайпу, по другим возможным вариантам. Это, я вам скажу, это не масштабно, но это один из примеров, как мы можем дистанционно все-таки достичь человека, который физически не может приехать даже на КПВВ, для того, чтобы получить помощь. То есть есть все возможные варианты. Спасибо вам большое за разговор. Алексей Ильишенко, заместитель министра по делам ветеранов Украины, по вопросам европейской интеграции, был сегодня у нас в гостях. Мы говорили о правах и свободах ветеранов Украины. Оставайтесь на телеканале Дом, и мы с вами обязательно увидимся. Редактор субтитров А.Семкин